Здравствуйте, коллеги! Лечение любого заболевания требует некой оценки. И поэтому, как на Ваш взгляд, какие основные критерии в эффективности лечения гиабетического макулярного отека? Основных критерий на самом деле у нас не так много. Это оценка остроты зрения, но не всегда она отражает истинное положение вещей, потому что на это могут влиять и другие факторы, как катаракта, повреждение зрительного нерва, оптических структур глаза и также повреждение самой сетчатки, которая необратима и поэтому снижена зрение. Также состояние по данным УКТ. Это, наверное, самый действенный инструмент у нас в оценке макулярного отека, любого генеза, хоть диабетического, хоть какого-то другого. Но оценивать вот это УКТ нужно тоже со знанием дела, поскольку не сразу наше лечение будет отражать эту эффективность. И насколько снизилась толщина, в какой зоне, в центральной, в парацентральной, вот это все влияет на оценку нашей эффективности. Классический по ЭДТРС считается, что снижение на 10% от первичной толщины сетчатки после инъекции, после нашего лечения, это уже есть эффективно, но не менее, чем на 50 микрон. То есть, грубо говоря, если у вас был отек 360 микрон, и он снизился на 30 микрон, да, или там 36 микрон, вот они 10%, это мало. То есть, должно быть не менее 50 микрон от вашего лечения. Тогда это эффективно. Ну, и если это коррелирует еще с повышением остроты зрения не меньше, чем на одну строчку, то это тоже уже хорошо. Спасибо.